Привет! Если вы за минимизацию труда на кухне, особенно в праздничные дни, продолжайте смотреть это видео. Сегодня готовим одну основу, из которой получится целых три замечательных блюда. Вы на канале Жизнь Вкусная. Сегодня буду готовить сразу три блюда из теста для сырников. Поразительно, какими разными получаются изделия на выходе. Мои стандартные сырники уже есть на канале, поэтому сегодня я решила сделать несладкий вариант и мои сырники будут с отварной курицей, со сладким перцем и с петрушкой. Итак, приготовим непосредственно сами сырники, творожные пончики и творожные вафли. Последняя просто находка для подачи с яйцом пашот. Творог основа этого рецепта, поэтому обращайте особое внимание на его выбор. Я использую 5% брикетный творог. Он довольно-таки сухой и он ни разу меня не подводил. Ни сырники, ни вафли ни разу не расслаивались, не расползались и не было никаких неприятных сюрпризов. В удобную глубокую миску я отправляю творог, туда же я отправляю соль и сахар. Добавляю яйца и перемешиваю. Я это делаю при помощи картофели мялки. Если вам удобнее делать это при помощи вилки, ложки, блендера, делайте так, как вам сподручнее. Теперь я всыпаю в массу муку. У меня цельнозерновая мука. Можно использовать и обычную белую пшеничную муку, но цельнозерновой мне нравится больше. И я добавляю сюда разрыхлитель. Вымешиваю массу до однородности. Теперь введу в творожную основу добавки. Мелко нарежу сладкий перец, мелко нарежу заранее отваренное куриное филе и порублю петрушку. Все это отправляю в творожную основу. Добавляю сушеный чеснок для пикантного вкуса и перемешиваю последний раз до однородного состояния. Все изделия я буду формовать при помощи ложки для мороженого, благодаря чему они получаются одинакового размера. В итоге из количества ингредиентов, список которого я оставлю в описании, у меня получилось 24 изделия. Хорошенько разогреваю тюбеганую сковороду, добавляю туда немного растительного масла и отправляю на нее сырники. Слегка их расплющиваю для удобства и жду пока они станут румяными. Переворачиваю на другую сторону и завершаю приготовление. Для приготовления вафель я разогреваю вафельницу, ничем не смазываю поверхности и отправляю туда при помощи моей ложки для мороженого и немного творожной массы. В моей вафельнице вафли будут выпекаться в течение 6-7 минут. Ну и настал черед приготовить самое не ппшное блюдо из моего сегодняшнего списка. Жду пока масло нагреется. Определить когда оно нагрелось можно, опустив в него какую-то деревянную ложку. Если вокруг нее пошли уже мелкие пузырьки, то значит масло достаточно горячее. Не стоит отправлять тесто в недостаточно разогретое масло, иначе изделия напитают его слишком много и они получатся слишком жирными. Пончики готовы, я их вынимаю и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Пускай вам будет вкусно! Поздравляю вас, дорогие мои подписчицы, с наступающим праздником! Меньше рутины в этот день, больше внимания к себе, больше удовольствий, море улыбок, море цветов и хорошего настроения. Не прощу себе, если напомню вам о том, что жду ваших лайков, если видео вам понравилось, также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. В следующем видео вас ждет кое-что особенное.